Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное и последнее в этом учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики. И у нас этот год был очень непростой, потому что этот год был связан не просто с изучением того, что написал Гегель, и с попыткой разобраться и понять, что и как, какую категорию понимать. Он был связан с материалистическим истолкованием и материалистическим преобразованием нашего изучения. Что это означает? Это означает, что мы же не можем взять, переделать книгу, переклеить, переставить, исправить. Книга – это книга, она входит в историю такой, какая она есть. Но мы с вами занимаемся чем? Как говорил Ленин, штудированием. А что такое штудирование? Штудировать – это значит, раз уж появился какой-то иностранный оттенок, в данном случае немецкий, это означает, что это не просто читать, а это что значит? Возвращаться к прочитанному, перечитывать, обдумывать, истолковывать, и понимать с учётом вообще и других обстоятельств. В том числе мы учитываем и другие работы, и другие великие достижения, которые есть в нашей жизни. Мы с вами опираемся на то, что после Гегеля появились такие великие люди, как Маркс и Энгельс, а потом Ленин и Сталин, которых надо будет много и долго изучать, и которых, конечно, изучать гораздо легче и проще, но тем самым не значит, что мы какой-то работой, в том числе Маркса, Энгельса или Ленина, мы сможем, я хочу выключить, заменить изучение науки логики Гегеля. Потому что заменить это нельзя, потому что она появилась очень нескоро, она первая всеобъемлющая работа в области философии, хотя и идеалистическая, и она представляет собой систему знаний, а не просто точку зрения такого-то философа. Таких вот книжек, в которых рассказывают кто, что, какой философ, что он сказал, что он написал, очень много. Ими забиты, так сказать, книжные полки, и там, где продают книги, стеллажи и так далее. А эта книга уникальна, потому что есть развитие человеческой мысли с самого начала и до времени, когда появились Маркс и Энгельс. Причем настолько велика эта книга, и мы с вами это все знаем, что Маркс и Энгельс первоначально начинали свою деятельность как младогегельянцы. Ну вот здесь я смотрю, тут кроме нас с товарищем Мордовиным и чуть-чуть с товарищем Анохиным, все остальные младогегельянцы. А наша тройка более такая солидная. А что значит младогегельянцы? Журнал соответствующий издавали. То есть, и хотя потом они так говорили, что вот мы перевернули Гегеля, поставили его с ног на голову, ну, надо сказать, что они сами перевернулись. Они стояли на голове, потому что Гегель их поставил на голову. Они, так сказать, восприняли сначала не только его, все это выведение и объемлющую всю систему, но они еще и восприняли ее идеалистическое понимание и представление. С этого начинают. Это все знают, ничего тут нового я вам не сказал. А вот после выхода книги Фейербаха о христианстве, они поменяли свою точку зрения на противоположную. Выясняется, что некоторые положения, которые звучат одинаково, могут трактоваться и материалистически, и идеалистически. Скажем, бытие. Бытие. Но если вы считаете, что бытие создано Богом, то это все идеалистическое, правильно? А если вы считаете, что бытие это просто есть, и о каком Боге не говорим, тем более как вы вначале, вначале можете говорить о Боге, о каких-то существах, когда начинать надо с простого. Бытие простое. И Гегель начинает с того, что есть. А вот если начинать с того, что есть, это какая трактовка? Материалистическая или идеалистическая? Она материалистическая, потому что если выяснится, что за этим, что есть, вдруг появится кто-то, кто это создал, есть некий создатель, это потом, тогда. А если мы начинаем с того, что есть, то мы начинаем в такой форме, которая, по крайней мере, совершенно не обязывает истолковывать это как идеализм. Вот где видно там, что это Гегель идеалист вначале? Это мы потом в примечаниях, в замечаниях, в каких-то обсуждениях видим. И особенно мы увидели с вами в третьей книге, когда вдруг Гегель, который очень строго придерживался логики и довел это дело до действительности, учения о бытии, учения о сущности, довел до действительности. Это встроенная была система. Мы не могли, если бы даже хотели, придраться, что где-то там неправильно сказано или выведено. Никому это не удалось, и мы этого и не наблюдаем, и в литературе. А потом вдруг, раз, и после вот этого, так сказать, идет рассуждение совсем о другом, о субъективном, и после субъективного вдруг появляется снова объективное. Потому что никуда его деть-то не мог, Гегель, объективное у него, так сказать, оно, есть продолжение действительного, правда? Действительно окончается это действительное субстанции и акциденции. Вот Маркс, говорит, взял у Гегеля зерно. А какое зерно он взял? Вот, когда теория стоимости у Маркса начинает, он что говорит? что такое стоимость, да? И что является субстанцией стоимости, что он здесь употребляет? Вот эту вот категорию, которую разработал Гегель. Субстанция себя проявляет как что? Как акциденцию. В данном случае субстанция, он всегда говорит о стоимости, что она субстанция. А акциденция, ну, можно и говорить тогда, когда у вас там цена, она как акциденция, случайная. Больше может быть, меньше может быть, может совсем. В том числе и цена рабочей силы. Поэтому цена рабочей силы, которая имеет свою субстанцию. Поэтому вот люди, которые хотят, даже вот если решить такую очень трудную задачу, во всем мире такую задачу решает рабочий класс. И очень мало кто решил, очень мало кто решил. Хотя, с учетом того, что вот Китай, в котором живет больше, чем миллиард человек, успешно строит социализм. Корейская народно-мемократическая республика, где 100 миллионов, где 25 миллионов человек живет, тоже строит. В Вьетнам, уже построили социализм, там социалистический строй. Там нет таких явлений, которые вот у нас сейчас наблюдаются здесь. И наоборот. Я вот когда там был две недели, в Корейской народно-мемократической республике, у меня было такое впечатление, что у нас, что я нахожусь в Советском Союзе. Тем более, что я вот с 45-го года рождения, с 45-го по 61-й год прожил при социализме. То есть, а вот с 61-го года у нас жизнь хуже стала у всех, и у меня в том числе. А до этого, ну, просто движение вверх и вперед. сел на трамвай, заплатил 3 копейки, поехал в дом пионеров, записался в какой хочешь, кружок спортом занимаешься, тебе выдадут лыжи, сломаешь, тебе выдадут другие, только обломки принеси, чтобы не было, что ты там не торгуешь, а чтобы ты действительно их сломал. Хочешь заниматься туризмом, занимайся туризмом. Хочешь художественным чтением. Я вот был в кружке художественного чтения. Никогда не думал, что мне придется выступать вот перед такими уважаемыми людьми, а, так сказать, вот занятия у нас там проходили. Выли мыли сливы, мыли воду, слили шит колпак, да не по-колпаковски, никак его не переколпаковать, да не перевык колпаковать. То есть, все, так сказать, делалось, но это, так сказать, было не видно, неизвестно к чему приведет, хотя видно, что все, так сказать, давалось для того, чтобы молодежь могла развиваться, и никаких препятствий на этом пути просто не существовало. Вот. Ну, а мы сейчас попали в сложную ситуацию. Сложную не в том смысле, что мы не знаем, как это было, потому что, в отличие от всех других стран капиталистических, мы такая капиталистическая страна, которая в свое время уже строила социализм. Но вообще она все знает. Если изучать хорошо историю, и вот тут больше всего надо Сталина изучать, а потом уже Ленина, а потом уже Маркса. Почему? Ну, потому что, так сказать, уже со Сталином связана не только революция, но и построение социализма. И не просто такой период, когда был НЭП, когда мы отступали, а в то же время сохраняли, делали соответствующие шаги, но и дальнейшее строительство. И поэтому... А Сталина читают очень мало. Могу в порядке самокритики сказать так, что я Ленина, так сказать, прочитал раньше, а у меня за спиной, как говорится, в стеллаже стоял собрание сочинений Сталина. Ну, и как-то я его... Как-то я в тот период, когда остановился уже достаточно, ну, таким студентом не младших курсов, пришлось, что вообще надо бы этого обвиняемого прочитать. Его все обвиняют, причем там, где я учился, там больше его обвиняли, чем где его возносили. Я стал читать, и я поразился тому, какое богатство есть у Сталина. Ну, вот скажите, сколько у нас всяких блокеров выступает? Много читают люди Сталина. Читают. Не то, что говорят, какие были... Как он себя вел, на каком плену, с чем он когда выступил, куда... Не читают. А прочитать его? Ну, вот мы с Маратом Сергеевичем Мудовиченко решили обсудить 18 томов Сталина, на те, которые изданы. Ну, из них... 10 уже выдана в интернет запись наших обсуждений, а 8 еще надо удавать. Обсуждение мы закончили. Это очень быстро получилось. Это Ленина, у него там 45 томов статей и работ. А что касается Сталина, тут очень четко, очень ясно, и сравнительно мало, кратко. Это очень важно, вот особенно для рабочих. Правильно? Там некогда там рассиживать, не у всех такие есть обстоятельства, особенно сейчас, когда удлиняется рабочий день и так далее. Надо еще, чтобы люди коротко сказали, что нужно делать, и сказали очень определенно, и авторитетно. Ну, авторитетный человек Сталин, если темпы роста был 22% в год, а не минус полтора. И планы выполнялись, и перевыполнялись, и цены снижались. И цены снижались не потому, что добрый был товарищ Сталин, а потому, что затраты труда с ростом производительности снижаются. В том числе, с 1942 по 1944 год производительность труда в военной промышленности Советского Союза выросла вдвое. Соответственно, цены на танки, пушки, самолеты, снаряды, и прочие военные снаряжения сократились в два раза. И мы уже в 1944 году превышали те достижения, которые были у нашего противника в области экономической. Потому что, когда идет война, то здесь все решается тем, у кого больше соответствующего вооружения. Потому что, если у вас нет этого вооружения, то вы будете отступать. И никаких котлов вы не сделаете, если у вас танков нет, потому что вы будете ходить пешком там или на велосипедах. А в это время, так сказать, и танковые армии будут двигаться вам навстречу. И самолеты. Сталин поставил задачу выпускать каждый день Шахурина, который стал министром самолетостроения. Каждый день на пол самолета больше, чем вчера. Каждый день. А вы видели, что у нас сейчас с нашими самолетами? Сколько МС-29 произвели в 1922 году? Один. А должны были два. Только 50% плана. А должны были два. И причем оба должны были быть с американскими двигателями. Американцы поставили первый двигатель, а второй никто не поставил и не будет ставить. Короче говоря, ну, есть еще военное самолетостроение, но там все-таки не такая печальная картина, как мы видим, наблюдаем, что здесь происходило. Поэтому мы живем сейчас в период отката такого, сильного отката назад, но в то же время мы живем в такой стране, в которой есть колоссальные успехи, их надо изучать. И у кого тяжелое положение, нужно заняться некоторой теорией, товарищи, прежде чем куда-то кидаться и с кем-то бороться. Ну, как вы будете бороться с чемпионом мира по борьбе? Никак. Сначала вы подготовьтесь к этому, научитесь, это узнаете, это узнаете, это почитаете, и тогда можно будет о чем-то говорить. Вот такая вот картина. Ну, вот наши с вами занятия «Хружка», они не стоят особняком. У нас есть Красный университет, который ведет систематическое обучение по трем источникам и трем моментам марксизма. Я говорю моментом, потому что на самом деле это не отдельные части, и если употреблять слова Гегеля, то части лишь у трупа. Вот если этой части вы хотите посмотреть, идите в анатомический театр, там частями как раз занимается, и это очень важное дело, потому что если вам кому-то придется идти на операцию, то желательно, я про себя это могу сказать, чтобы тот человек, который вас оперировал, до этого хоть на трупах делал свои эксперименты, а потом уже переходил на людей, а не на мне. ой, говорит, не туда, не то отрезал и не туда положил. Вот с учетом этого дела надо сказать, что у нас самая такая глубокая почва для изучения марксизма, я имею в виду в стране. Вот такие успехи, как в Китае, ну, есть успехи экономические, и все, и там тоже, с одной стороны, вроде все крепко, а с другой стороны, там, насколько глубокий, глубокий там марксизм, это еще большой вопрос. Тем более, там переходный период, они, так сказать, очень рассчитывают, что их вывезут товарищи капиталисты, и капиталисты там большую роль играют. Но тоже нужно думать о том, как не переродиться, потому что, как показал опыт Советского Союза, партии могут переродиться, и государство может переродиться, и государство рабочего класса превратиться в государство буржуазии. Вот и диктатура рабочего класса может смениться, диктатура буржуазии. А как называется некая переходный период, переход, как называется, переходный государство, народное государство, объявляет народным, чтобы народ дурачить, потому что никакого народного государства нету. Энгельс писал, что пока есть народ, пока есть государство, не может быть народного государства. А когда не будет надобности в государстве, тогда и не встанет, не будет необходимости называть его народным. Вот и все. Просто места нет этому. Это жареный лед. И этим жареным льдом кормили огромное количество людей с партийными билетами. У нас было 13... 18,6 миллиона коммунистов. А вот сейчас мы с Камиль Шамильевичем думали, как, с чего начинать, и как делать. Потому что эти товарищи считали, что все делается без них, за них они будут зарабатывать потихонечку деньги, жить припеваючи. И припеваючи жили при социализме. Но надо еще и думать, что две функции есть у человека в социалистическом обществе. А. Улучшать положение своей семьи, себя и так далее. И положение страны. Если он про второе забудет, пропадет и его положение. И он окажется у разбитого корыда. Поэтому наши занятия не столько идут от интереса, конечно, интерес здесь им и занимаются люди толковые, которые хотят разобраться. но и от необходимости. Потому что никакого марксизма без диалектики не бывает и не может быть. Потому что если люди читают «Капитал» и только «Капитал», они, не зная диалектики, они не разберутся. И если они не изучают диалектику, им не разобраться в тех вопросах, которые относятся к партии, потому что и к партии, и к советам. Потому что здесь меняются и формы проявления, и сущность, и так далее. Здесь используются все категории. И для человека то, что говорится на языке научном, вполне марксистском, оно становится недоступным из-за чего? Потому что он не взял это произведение. А оно у нас есть. И можно сказать, что достижением нашей партии, фонда рабочей академии, является то, что мы получили издание. Издание ведь не просто сделать. Вот такое издание, не просто сделать трёхтомное, и недёшево, без соответствующей помощи. Поэтому есть такие люди, которые помогают, и будут такие люди, и всегда Россия этим славилась, что есть такие люди, которые значит вложат все силы для того, чтобы сделать то, что нужно обществу. И книга вот о классе и борьбе. Там две тысячи экземпляров. Это немыслимые часто напечатать такое дело. Тяжело. То же самое. То есть я хочу сказать, что вот даже просто перелистывание того, что мы сделали, говорит о том, что мы с вами, ну пусть мы идём медленнее, чем нам хотелось бы, но мы идём верной дорогой. Лучше верной дорогой двигаться вверх, чем очень быстро катиться вниз. Значит, и Маркс неслучайно говорил, и я это хочу ещё раз сказать, потому что это прямо относится вот к этой самой сложной науке, которой мы с вами занимаемся, что в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь её сияющих вершин, то, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам. Поэтому, когда человек говорит, это сложно, это трудно, ну иди тогда, иди на гору поднимись. Я как-то был у Мазура там в горах зимой на лыжах, так посмотрел, так я сразу увидел там где-то свои косточки, так, как посмотришь оттуда с такой высоты, откуда катаются. Так что, давайте будем к этому относиться совершенно спокойно, что это трудно, но само изучение науки логики, само, оно приводит уже голову в порядок и привычает к нам спокойно относиться к сложным вещам, понимать, что такое штудировать, о чём Ленин говорил. Штудировать, значит, возвращаться, снова начинать, и так далее. Я вот, если меня спросят, сколько раз я прочитал науку логики Гигеля, я бы затруднился сказать. Но, я отдаю себе отчёт в том, что я столько раз прочитал науку логики, это лучше, чем я в 10 раз больше бы прочитал всякой галимати, которая, так сказать, которая кругом, так сказать, издаётся и которую читают, и потому, что в этом мире, в том числе в книжном и в научном, столько много глупостей говорится, что просто это изусветно. И так было и во времена и Маркса, и Ленина. Почему отдельные фигуры мы можем взять? Да потому, что, так сказать, гениальные фигуры затмили то, что эту темноту, так сказать, обыграли эту темноту, которую она пускает буржуазию, а в целом эта задача трудная. И у нас есть полное основание к тому, что это дело продолжать. И мы продолжаем, как нам завещал товарищ Ленин. Товарищ Ленин объяснил, и это в первой, вот, в первой книге записано, что мы должны быть кружком любителей гегельской диалекции. с чем я вас и поздравляю, вот здесь как раз сидит кружок, мы согласно Ленинским заветам и действуем. То есть, мы изучаем и стараемся применять это в жизни. Кто и как, и в каких масштабах, это уже вопрос второй. А нам надо думать о том, чтобы в этом разобраться. На чем мы остановились? Мы с вами в нашем движении в этом году должны были материалистически истолковать и преобразовать обучение. После того, как мы с вами наконец прошли начало, то есть, когда мы перешли уже к третьему тому и завершили там сначала, разобрали объективное, а потом перешли к субъективному сейчас, вот мы эту задачу решили. Я хочу сказать, что у нас не просто кончается год и у нас заканчивается, так сказать, обучение в связи с этим, а что мы в этом году вот решили эту задачу. Ведь дальше вот пойдет изучение это изучение понятия, это субъективное суждение, это субъективное, правильно, и все понимают, что это относится к голове. Затем умозаключение, это тоже субъективное, и когда мы это все разберем, опять пойдет вопрос о материализме, только в общем таком, который тесно связан с историческим материализмом. Почему? Потому что с помощью этих понятий мы будем формулировать цель. А что такое цель? Кто хочет сказать, что такое цель? вы хотите сказать? Пожалуйста. Ну, значит, какая же у вас такая черная цель, что вы не хотите ее выдать? Что на результаты? А? Преосхищение результатов в случае осознанной деятельности. Как, как, как? Преосхищение результатов в случае осознанной деятельности. Учитесь, учитесь, учитесь. Вот, молодец, здорово. Но это важно же? Ну, чтобы вот, то есть, мы читаем, диалектика, диалектика, но кроме всего прочего, такие важные понятия. Человек занимается целесообразной деятельностью. Если он не знает, что такое цель, он не вполне человек. Правильно? Вот пришел не вполне человек, уйдет уже вполне человек. Это уже хорошо. Это же полезно. Значит, предвосхищение какой-либо деятельности. То есть, мы должны сначала представить в своей голове результат. А как его представлять в своей голове? А вот представьте себе, человек решил построить Петербург. Его надо было ведь представить в голове. Сначала представляли, что будут тут линии. То есть, так же будем, как в Италии есть в одном городе каналы. Поэтому у нас тут первая линия, вторая линия, третья линия, четвертая линия и так далее. Кадетская линия и потом пошла первая, вторая, третья и так далее. То есть, вместо улицы две линии. А потом этот забросил проект Петр I и этот проект реализовал в городе Шлистильбурге. Кто-нибудь был там? Там как раз вот эти есть. Ну, конечно, они сейчас заброшены, эти каналы. Но, во всяком случае, вот тут дома, тут дома, тут канал. И там, и следующий, и так далее. В малых масштабах. И там недалеко крепость Орешек. То есть, сначала надо продумать результат в виде цели. То есть, формирование цели опирается на глубочайшее изучение того явления или того материала, с которым вы имеете дело. если речь идет о построении города, надо знать вообще, так сказать, архитектурную науку. Правильно? И надо вообще использовать опыт создания городов. Потому что, если вы не используете опыт городов, ну, будут строить, как делают какие-то садоводства. Каждый будет строить себе избушку. у кого больше денег, больше построен, у кого меньше, похуже, и так далее. И в итоге ничего не будет. А вот если вы хотите построить город, то, понятно, здесь планирование надо было для этого применить. Надо было. То есть, надо было вперед забежать далеко. Архитектор, он же должен не просто картинку нарисовать, он должен расписать каждый этаж и на каждом этаже, каждую, каждое помещение с указанием всех размеров и высота и ширина и так далее. И указать, из чего это будет сделано и так далее. И все это должно быть полностью сделано и, так сказать, и не просто находиться в голове. В голове он уже не может находиться. У него вот этот весь этот дом архитектурный. Это что такое? Это цель. Правильно? И вот надо ее реализовать. А вот люди, которые реализовывают, каждый знает свой кусочек. Он делает, один начинает рыть землю в котлован, другой туда там ставит свай, третий думает, как будем поднимать колонны. Вот если бы вас позвали, сказали, поднимите вот эти колонны, которые стоят у Исааки и Соткосовара, сколько надо народу собрать, как будем поднимать? Тяжело поднимать, да? Ну там, правда, вот есть в нашем музее показано, какие использовали приспособления для того, чтобы можно было поднять эти колонны, поставить их вертикально, или вот как ставили этот Александрийский столб на площади. Это же тоже такая операция, очень сложная. Сейчас-то уже проще, может быть, как-нибудь приспосабливали были самолеты, вертолеты. Самолеты здесь не годятся, а тогда какие вертолеты? Никаких вертолетов нет. И это снизу надо поставить вот торчком вот такую вещь. Это сказка. То есть человечеству научилось ставить цели и их реализовывать. И города, и государства большие, и прочие задачи. И, скажем, в той же Корее перепад воды в определенной части берегов 12 метров в течение дня. Там, вы представляете, какие нужно сделать конструкции, чтобы это не заливало и, наоборот, не осушало берег, на котором выращивается рис. То есть это очень сложная задача, которая решается. То есть мы, когда переходим к цели и полаганию и к выполнению цели, это уже похоже на что? Это уже похоже не просто на диалектический материализм, а на исторический материализм. Правильно? Вообще ставятся цели, а крупные цели ставятся классами. Ну, а классы имеют своих руководителей, как, скажем, тот же Петр I, руководитель был дворянского класса. Правильно? Здесь они просто так, не одиночка. Вот. И, скажем, если... А когда пришла буржуазия, она ничего красивого тут не делала? Посмотрите, вот то, что при буржуазии построено. Это же все для денег. Вот тут шарашки делали, и раньше шарашки делали, кирпичные стены, невзрачные, и вот, так сказать, какой-нибудь новый лестнер зовут. Потом это все снесли, и там сейчас жилье построено. Тоже. Оно такое же примерно, по видимости, какой был вот этот лестнер старый, такой и новый лестнер. Одно и то же, никакой красоты, натолкали туда, значит, забьют гастарбайтеров, и на этом, так сказать, финансовые задачи свои решат. То есть, вот этот вопрос, а это у нас впереди стоящий вопрос, это не этого года и не этого занятия, это вопрос о формировании целей, то есть, цель это целеполагание глубочайшей задачи, а у Гегеля это специальная категория, выражают, телеология. Что такое логос? Логос – это знание, теле, телео, это расстояние, да? На расстоянии, это цель, теле, телеология. Вот телеология, знать, как это ставить. И вот тогда получается, что у нас не просто идёт познание мира, а идёт преобразование мира. И Гегель, вот дальше мы это место, где он там поставил субъективное, раньше объективного, прошли, и как бы поправили. А дальше идёт всё хорошо. Там есть цель, и есть преобразование в соответствии с этой целью. А как называется наука, которая изучает, как люди преобразуют мир? Настали. А? Настали. Близко. Как? Общество знания. Как? Общество видения, общество знания. Ну, это там, да, встречается в этой, это не наука. Общество видения – это предмет в школе. Как изучается, называется наука, которая изучает, вот, движение от цели к её реализации. Марксизм. Нет, марксизм использует эту науку. А вот эта часть, самая, нам непосредственно надо взять. Непосредственно называется это исторический материализм. Марксизм же, вот, диалектический материализм, мы всё время занимались диалектическим материализмом, вот, пока, до сих пор. Но вот к концу мы подходим к тому, когда ставятся цели, и эти цели надо реализовывать, так это уже, это уже, конечно, не диалектический материализм, Это материализм исторический. А дальше мы знаем, что есть субстанция, есть акциденции. Поэтому надо ставить цели не так, что они противоречат вообще законам природы, общества и так далее. А так, чтобы они этому соответствовали. Иначе вы не добьетесь желанного результата. А между человеком, субъектом, человеком в смысле одного человека или в смысле какого-то организма человеческого, бригада, нация целая, между человеком и результатом стоит средство. И Гегель вот здесь, в этой книге, которая является идеалистической в общем, потому что первое у него понимание такое, что все это идет от идеи. Хотя здесь это не выражено. Вначале начинаешь быть, и это не выражено. Значит, получается, что нужно сначала в голове построить цель в одной, в двух. Потом надо, чтобы, если речь идет о чем-то сложном, скажем, о архитектуре Древнего Рима. Это должна быть только в одной голове или в голове тех, кто будет это делать. Если это не будет в головах, не построите такие прекрасные сооружения. Никакие. И водопровод не построите, если этого не будет. Сначала в голове. Этот водопровод должен быть написан, нарисован и так далее, и так далее. Все должно быть рассчитано. Только после этого можно начинать строить. И люди, которые будут делать какой-то кусок, должны еще знать, что делают на других кусках. Чтобы не получилось, что они кусок свой сделали, и он не стыкуется с другими кусками. И ясно, что рабы не все это понимали, как в целом, что получится. Но люди, которые это контролировали и осуществляли строительство, об этом думали. То есть мы, на самом деле, в конце, по существу, переходим к историческому материализму без названия «исторический материализм». Потому что, что такое исторический материализм? Он изучает развитие общества человеческого специально. А человечество себе в лице классов ставит цели. А поскольку у классов разное положение, соответственно, разные экономические интересы, разные цели. А раз они сталкиваются, возникает борьба классов. Поэтому с этим целеполаганием связана в том числе и политическая борьба. За завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Вот, так сказать, к чему мы приходим. Но это, так сказать, надо дальше развивать. То есть у Гегеля это уже не написано, но это вот самые основы. Телеология. Вот она у нас впереди. Мы её с вами как бы один раз изучали, потому что у нас кружок наш уже имеет. Одиннадцатый год закончился, да, Ольга Александрович? Одиннадцатый. А уже тут у нас следующий год двенадцатый. Мы должны уже собирать урожай в том смысле, что мы уже проходили, и мы знаем, что для того, чтобы получить целое, надо понимать каждую новую категорию, как содержащую всё то, что говорилось до неё. Если вы выводили, а если вы не выводили, а клали рядоположенное, вот так, как вот лежат два предмета, то это никакой связи нету, и если нет логики выведения одного из другого, более конкретного, изменения конкретного, то это не развитие. Это не развитие, это, так сказать, просто перемещение, движение. Это механизмы. Механизмы мы уже прошли. Вот этот механизм разобран у Гегеля, и там везде, говорится, внешним образом соединены, внешним образом. Вот у меня есть часовой механизм, очень хороший у меня товарищ наш, подарил первой связной нашей партии Сергея Михайловича Шульженко. Вот они очень старые, но если я их... Они очень хорошие. Но если я их не буду заводить, они ходить не будут. Они прекрасно сделаны. Не буду за них ходить, потому что нет у них ничего такого внутреннего, чтобы их побуждало никакому движению. Другое дело, что вот засориться они могут и остановиться, это да. Это есть. А вот так, чтобы это вот в каком-то правильном напряжении. Или посмотрите, как люди удивляются, какие скалы бывают на берегах морей, какие у них там пещеры. А вот так, чтобы комнаты были расставлены, как вот здесь, в этом здании, такое может природа делать? Никогда. А что нас угружает? Это природные явления? Природные это элементы или нет? Вот сейчас новенького спросим, пожалуйста. Это природа или нет? Вот что, наверху, за спиной вот. Природа, конечно. А как? А кирпичи – это природа? Да, то есть что такое в данном случае? Вот если научно говорить – очеловеченная природа. Это природа, это природа. Вот. А это что, не природа? Это всё то же самое. Это всё очеловеченная природа. Поэтому, имея в виду, что нет так, не так обстоит дело, что есть три источника, три составных части марксизма, но они просто кусками так вот лежат отдельно. Нет, кусками, если брать, никакого марксизма не будет. То есть, если брать только единство вот этого, и когда это единство проявляет себя именно тогда, когда целеполагание идёт. Вот революция делается сначала, прежде чем делать революцию, надо поставить такую цель. Эта цель должна войти, если она одиночек, никакой революции не может быть речи. Значит, эта цель должна быть сформулирована партией. И эта цель должна войти в программу партии. Вот, скажем, у большевиков эта цель входила непросто. На Втором съезде было три человека, которые составляли программу. Это Ленин, которым было поручено составить программу. Ленин, Плеханов и Мартов. Плеханов первым представил программу. Ленин тоже написал проект программы. Вы можете в соответствующем томе, к этому году относящимся, посмотреть проект, программу, которую написали. Потом они пообсуждали и решили принять за основу проект Плеханова. При этом у Плеханова стояла в первоначальном варианте диктатура пролетариатов. Впервые во всей, так сказать, политической истории современной. А Ленин говорит, а зачем нам эта диктатура пролетариата? Хватит нам о руководящей роли. Это если вы почитаете стенограмму обсуждения Ленина. Ну, Плеханов был большой ученый. Он взял ручку и вычеркнул эту диктатуру пролетариата. И на следующее заседание пришел, уже нету диктатуру пролетариата. А Ленин в это время полез смотреть, что говорили по этому поводу Маркс и Энгельс. И вот он выяснил, что оказывается, Маркс и Энгельс сугубо это отмечали. И Маркс в критике Готтской программы, и Энгельс в критике Эрфордской программы. На это сугубо указывали. И он говорит, надо вернуть. Ну, Плеханов был большой ученый. Он, тем более, он взял и обратно вернул. И так впервые в программе партии рабочего класса появилось положение о диктатуре пролетариата. Вот иногда его некоторые стыдятся. Вот, скажем, в Китае сейчас, в уставе написано, что в уставе партии говорится о диктатуре пролетариата. А в программе нет. Ну, как бы, может бояться распугать своих капиталистов? Или они думают, что если, так сказать, так умиротворять американских империалистов, они добрее будут? Они показывают сейчас, какие они добрые. Они даже вот саммит провели за мир. Там, где, в той стране, в которой они взорвали две ядерных бомбы. Ну, эти японцы, как говорится, как были, это считается, что у них гордость. У них какая там гордость? У них две ядерных бомбы. Они допустили, чтобы там говорили о борьбе против ядерной опасности. Там, где рядом, вот поубивали просто каких людей? Да не военных убивали, а всех, которые были там. Тверохимия и Нагасаки. Поэтому вот в этом смысле очень важен материал, который будет нами изучаться в следующем году. Потому что мы должны изучать вот эту самую телеологию, а потом, а единство, отражение мира, его преобразование, как называется? Абсолютная идея. А? Абсолютная идея. Ну да, это правильно. Правильно, но я бы сказал скромнее. Если речь идёт о том, что единственное познание и преобразование, если мы скажем слово «идея», это будет вполне правильно. Правда? Идея. Потому что если у нас, я скажу, что я хочу кушать, это не идея. Или что у меня тут заплатка, это тоже не идея. А вот то, что надо заплатку пришить, это идея. То есть мы должны различать. У нас же есть глубокомысленные люди, они глубоко-глубоко куда-то, значит, усугубляются. А другие люди, вот Камиль Ильич, мне очень понравился, он сегодня подошёл и, так сказать, взял меня за грудки и стал требовать, чтобы я сформулировал идею. И он совершенно правильно требует. Я, так сказать, не мог его, так сказать, обрадовать сильно, но то, что он правильно поставит вопрос, это вот абсолютно правильно. Что делать? Идея отвечает на вопрос не о том, что завтра будет хорошая погода, или хорошо бы, чтобы в эту зиму не было большого снегопада. Тогда будет меньше работы в соответствующем службе. Ну вот эти вот рассуждения, которые можно вести бесконечно, они пустые. А вот рассуждения, отвечающие на вопрос, что делать, это вот идея. Поэтому изучение, там не очень много Гегель на эту тему говорит, но это относится к историческому материализму. И если мы материалистически, так сказать, истолковывали, то есть если мы до сих пор всё истолковали материалистически, и, так сказать, только поправили Гегель, давайте мы всё-таки объективное поставьте вперёд, а потом ставьте субъективное. Потому что действительное, действительное, это объективное. И субстанция, и оксиденция, это относится к объективному. Поэтому как обрыва-то не должно быть. Не должно быть. А то, говорят, вот только Марк с Эмбельсом перевернулись. Ну и этот товарищ тоже они вполне выдержим. Ну а нам повезло, мы позже после них живем, поэтому на их ошибках учимся. Может быть, научимся, что не надо выбрасывать диктатуру в Крята из программы партии. И вообще держать партию в 18,6 миллиона человек, в которой люди не разбираются в том, что такое диктатура бультериата, добра не может довести. Смысл один. А? Смысл нет. Никакого. Нет, ну смысл один, так сказать. Объясняю смысл. Это тоже у Гегеля ответ есть. Камиль Шамирович, в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот когда всех принять в партию, ну вот, говорят, что у вас такая маленькая партия? Да мы маленькая-то партия ещё у нас подготовка не такая уж сильная. Маленькой. Вот. Тем более, а вы сейчас смотрите, сколько у нас голов сейчас говорящих. Выходит и по всем вопросам выступает. Хоть и уж и правильные вещи говорят. Причём разбирают партийные документы, пленумы, съезды и так далее. А вы собираетесь только вот это разбирать? То есть только это вот как они сидят? Это же умер у нас социализм, да? А это кто такие? Гробокопатели. Они теперь копаются в этих делах. Потому что вы-то, если мы изучаем, как представители партии рабочего класса... Паталлоганатом. Да, а это паталлоганатом. А это нужное дело? Нужное. Я должен признать и согласиться, что да, это молодцы они. Хорошо. Но так их много, а в партии не идут. А почему? А потому что в партии... А это взносы надо платить. Вот уже первая остановка. Ну, надо же, страшное дело. И не такие уж страшные взносы-то. Ну, а как вы собираетесь... Вы вообще какое-то дело хотите сделать, ничего не вложив? Все капиталисты даже, когда собираются что-то, так сказать, у кого-то оттянуть, и то они собираются и вкладывают. И купцы. Раз. Во-вторых, это потом надо выполнять, будет совместно принято решение. Они хотят быть вольными птицами. Вот если вот собрать шесть человек вольных птиц и сказать, как им спастись. Ну, как, вы разлетитесь, так сказать, кто на дерево сядет, кто над морем пролетит. Зато красиво. Некоторые не долетят до середины моря, если вы взять. Но зато вот красиво закончат свою жизнь. В том-то и дело. Что это же тоже предполагает. Дескать, объясните нам все. Все приготовьте, и мы будем тогда биться. Идите в партию. Я же не сказал, что в партию только нужно от промышленных коллективов. От кого, откуда угодно. Вон Энгельс. У него папа капиталист. И поэтому вот хорошо, вот хотите, чтобы после вашей смерти и после уничтожения социализма сохранили улицу с вашим именем. Вот действуйте, как Энгельс. Проспект Энгельса остался. Маркса взяли и убрали. Они так вместе были. А теперь получилось, что это не Маркс и Энгельс, а Энгельс и Большой Самсоний. Как-то смешно. А там как раз между ними, где они стыкуются, там квартира Фофановая, откуда Ленин пошел в Смольный вместе с еще одним рабочим 25 октября. Вот прям так вот там тройка там собралась. Ну, правда, на этой Сердобольской улице, 135-й дом, и висит там доска, что вот тут проходило заседание членов военно-революционного комитета, посвященной подготовке вооруженного восстания, на котором присутствовал Ленин. Ленин был на нерегальном положении, он пешочком там 10 минут. Он прошел сюда 35-го дома, так сказать, выступил, поговорил. А потом 25 октября пришел товарищ рабочий, и они вдвоем так потихонечку прошли. И Ленина избрали председателем Сен-Нарковым. Потому что уже дело было сделано, вооруженное восстание состоялось. Но для этого надо было иметь идею, правильно? Ну, чтобы идея, кстати, вот Ленин сидел в разливе, и там же Зиновьев тоже был. Чего делал Зиновьев? Может, рыбу ловил, может, ухудел, не знаю. Ничем не подтверждается его полезное пребывание. А Ленин писал там государство и революции. Причем на нелегальном положении. Причем писал, пришлите мне мою тетрадку, синюю тетрадь, где все выписки из работ Маркса и Ленина по вопросу о государстве. И если меня укокошат, то ее и сдайте. А он готовил государство и революцию. Но его не укокошили, поэтому вышло государство и революция, которое тоже не закончено немножко. Но Ленин там говорит, я бы еще ее продолжу. Но лучше эту революцию сейчас осуществлять, чем о ней писать. И вот этим заканчивается государство и революция. Это все вот у нас тут разворачивалось. Поэтому для нас это привычно революции делать. Если вы зайдете на 4-ю Красноармейскую, там сразу на уголке, там, где идешь, в дом Плеханова, перед этим домом. Там написано здесь, в 1905 году проходило заседание Совета Рабочих Ленинграда, на котором присутствовал Петроград, на котором присутствовал Ленин. То есть у нас, как говорится, нас, товарищи, там каждый месяц занимается сохранением того объекта, в котором присутствовал Ленин, который принадлежал непосредственно родственникам его, сестре Ульянову и, так сказать, мужу Елизарову. А Елизаров, между прочим, был пароходчиком, богатым человеком. У него квартира на нынешней улице Ленина пятикомнатная. В этой пятикомнатной квартире одна из комнат принадлежала, ну, выделена была Ленину и Крупской. Если кто будет спрашивать, а где они-то жили? Где покрытие, как жили Крупской? Вот идите прямо вот на улице Ленина. И никто улицу Ленина не трогал. Вот, допустим, у нас была улица Смирнова вместо Ланского шоссе. Но Смирнов, он же был председателем просто исполкома Ленцовета. А второй Смирнов, который у Финляндского вокзала, был комиссар. Комиссара Смирнова не тронули. А эта улица Смирнова осталась. А этого, который там был, какого-то, это все сняли. Поэтому даже буржуазия на кое-что не посягает. Потому что не знает, чем это может кончиться, себя сильно разоблачает. Вот, поэтому мы тут исторически предназначены к тому, чтобы, так сказать, что нужно сделать. Как в песне поется военный. Солдаты в путь. А если надо, повторим, солдаты в путь. Ну, мы чем занимаемся здесь? Для чего мы собрались? Собираемся повторить. Но мы понимаем, что повторить такое дело, надо хорошо подготовиться. Если хорошо не подготовишься, ну... Вот, хорошо подготовились к вооруженному восстанию. Зашел матрос-железняк с группой товарищей. Разбил стекло в первом этаже. Вот, когда смотришь со стороны площади, с левой стороны. На третий этаж поднялся и арестовали временное правительство. Кончилось ваше время. Вы думаете, этого матроса-железняка тронули тут? Он висит. У нас улица матроса-железняка, на ней мой сын и две моих внучки живут. И невестка. На улице матроса-железняка. Нельзя трогать. У нас один товарищ был на кафедре, где я, на кафедре философии и культурологии, у которой жил на улице, на проспекте большевиков. Я говорю, ну что там у вас, слабо-то меньшевиков-то переименовать. Меньшевиков-то не могут. То есть я просто хочу сказать, что может показаться некоторым товарищам, особенно, хотя смотрят все, конечно, кружок очень многие, и смотрят систематически, знают, занимаются. И это связь, потому что люди сами читают. Не всем сюда доехать, тем более в других городах и селах, может быть. И должно созреть. А как оно должно созреть? Должно появиться ядро людей, которые в этом разбираются. И которых вот с понтолыку не собьешь, правильно? Ну как вас собьешь с понтолыку? Я пробовал, иногда так пытаюсь сбивать. И получается, но не всегда. То есть надо еще подготовиться. То есть твердые. И в этом смысле люди, которые твердо стоят на своей позиции, это одна из форм, я бы сказал, одна из форм защиты. Ну, например, вот я благодарю, что записывается. Все, вы записываете, что я говорю. Потому что если бы вы не записывали, можно было бы мне приписать, что я такое наговорил, что меня посадили бы в кутузку. Но поскольку у нас все записывается, это невозможно подделать. Все лекции мои в университете, где я только марксистские лекции делал, только, исключительно, и записывал наш Степан Степанович, еще перед ним один товарищ. Все они выложены. Я сейчас открыл Ротюб, там, боже ты мой, и Андексы, все, и по забастовкам, и социально-прудовые конфликты, и так далее. То есть я хочу сказать, что накапливается постепенно объем материала, который позволяет людям, которые хотят разобраться, научиться и разобраться. А если люди не хотят разбираться, ничего сделать нельзя. Вот тут еще один вопрос. Те люди, которые не хотят подготовиться, мы же в Красный университет берем? Берем. В партию мы берем, если человек будет, так сказать, всего-то от него требуется, так сказать, выполнять устав, так сказать, платить партийные взносы, и ходить на собрания, и выполнять партийные поручения, газету распространять, это немало. Вот. Ну, в чем проблема? Если человек говорит, я не хочу сделать, я хочу, чтобы был у нас полный коммунизм. Ну, ты хочешь, чтобы тебе, так сказать, на блюдечке золотой каемочка принесли, и чтобы ты, так сказать, был бы паразитом. То есть, кто-то за тебя бы работал, а ты бы сливки эти самые снимал. Ну, такая картина. Итак, что получается? Мы дошли, мы сейчас обзор делаем будущего нашего года, мы доходим до идеи, а идея, она, значит, имеет две стороны. Это, во-первых, если вы хотите что-то изменить, вам нужно изучить то, что вы собираетесь изменить. Правильно? А если вы очень сильно изменили, значит, глубокое должно быть изучение того, что вы собираетесь менять. Поэтому идея, она должна, так сказать, она имеет две стороны. Одна идея – это идея отражения мира, и вторая идея – это отражение, это идея преобразования мира. И вот тут товарищ Гегель, который никакого отношения не имеет вроде к историческому материализму, говорит, что плуг – почтение тех зерен, которые, того зерна, которые с помощью этого плуга добыты. Почтение. То есть он говорит о решающей роли производительных сил. Так скажем. Ну, не так, как Марс, конечно, но уже он до этого дошел. Что он выше, почтеннее, чем вот просто само зерно. Потому что зерно вы истребили, и все. А если у вас есть плуг, у вас и в этом году будет, и в следующем году будет, и будет много этого зерна. А так не будет. Поэтому можно сказать, что когда у нас сначала сделали машино-систему машино-тракторных станций, а потом занялись сплошной коллективизацией. А некоторые предлагали наоборот. И даже коммуны делали. Какие коммуны? Это мелкие буржуа собрались, и они сделают коммунизм, что ли? Поэтому потом тихо, мирно эти коммуны переделали в колхозы спокойно, по совету товарища Сталина. А вот когда были трактора, и трактора были не отдельно, и не в колхозе. Это была система машино-тракторных станций, которые выполняли основные сельскохозяйственные работы. Поэтому сказать, что у нас продовольствие и другие сельхозпродукты производятся в колхозах, неправильно. Они производятся машино-тракторными станциями и колхозами. Причем доля труда в некоторых случаях больше у машино-тракторных станций, но только в таком, овеществленном смысле. Потому что что такое трактор, что такое сейлка, веялка и так далее. Все это то, что необходимо для производства. И не отдельные станции, и не так, как при Хрущеве развернули эти все станции и передали колхозам, чтобы они умерли. Да и заставили их платить. А если не будете платить, будете должны. Но заберите. И тогда вы можете из двух комбайнов делать один. Потому что у вас уже нет никакой системы ремонта, ничего и прочее. И все стало разваливаться. То есть, вот она абсолютная идея. Чем заканчивается наука логики? Поэтому она, с одной стороны, она абстрактная такая наука. Да? Потому что абсолютная идея. А с другой стороны, ну, если мы что-то хотим сделать, мы же должны эту идею, во-первых, сформулировать. Она должна быть не бредовая, она должна быть обоснованная. И мы должны эту идею реализовать. И вот эти два, и это два момента абсолютной идеи. Абсолютной идеи, разве она не является в этом смысле, вот в этом так понимаемой абсолютной идее, идеей исторического материализма. Да? Является. Вполне. И дальше уже остается только читать Маркса, Энгельса, Ленина. Причем, как выяснилось в наших с вами занятиях, и Энгельс как раз ту брешь заполнил, которую не мог заполнить Маркс, потому что он писал «Капитал». Слишком такая книга, которая все заняла у него все время. И то он закончил, довел до конца только один том. До конца, я имею в виду, в смысле, уже литературной обработки. А два тома, второй и третий, доделывал Энгельс. Но у Энгельс еще, так сказать, вопрос о происхождении семьи, частной собственности и государства, которые относятся к историческому материализму. Конец классической немецкой философии. То есть... Происхождение семьи, частной собственности. Да. И роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. В диалектике природы. Да, они равны. А вот диалектика природы, если человек не читал на углу логики, это какие-то обрывки. Ну, кроме вот этого роль труда, там, все остальное обрывочное на трое. А кто читал на углу логики, это материалистическое преобразование тех или иных гегелевских идей. И есть еще два тома конспекта переписки Маркса и Энгельса. Этот конспект переписки посвящен исключительно тому, а что бы сказал старик Гегель. Вот приходит Энгельсу какая-то идея или Марксу какая-то идея, и они обмениваются, а что бы старик Гегель сказал по этому поводу. Вот. То есть это все продолжалось. И это вот у Энгельса есть. То есть диалетика природы оторвана от этого дела. Представляется какие-то обрывки и отрывки бессмыслицу. А если человек читал это, ну, это все равно, что у нас вот в кружке каждый знает там свое, и тут мы где-то вместе общаемся и дополняем это до целого. А целое как будет на гегелевском языке, кто скажет? На гегелевском, на гегелевском, скажем. Сущность христианства у Фейербаха тоже без диалектики сложно понять. Да. А? Total. Да, total. То есть чем пугают сейчас? Тоталитаризмом. Чашки будут целые все, они разбитые. Total. Все везде у него total, 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 целостность. Потому что движение идет от части к целому или от одной части к другой части или от целого к целому? Не надо. От целого к целому. Не надо. Вот вы от целого к целому идете вот в своем развитии. Да. Ну, вы же целые. А то вдруг отвалилась рука, отвалилась нога. Откатилась голова и совсем не хочется даже и говорить об этом. От целого к целому. Развитие вообще не предполагает такого какого-то изменения внешнего, оно из движения, а целое меняется. А как оно меняется? От низшего, вот это вы правильно сказали, суть дела, от низшего к высшему. Но низшего к высшему должно быть от целого к целому. А если вы будете какие-то... Ну, или у вас правая рука будет, а левая такая будет висеть. Или один глаз будет такой, другой нормальный. Ну так? Кривой. Одно ухо слышит, другое нет. Я развил свое ухо. Какое? Правое. Молодец. А левая? А левая не надо мне. Я справа буду стоять и слушать, и все. Меня сейчас вот туда поставлю, и буду... Бум-бум-бум. Вот такая примерно получается картина. Имею в виду, что мы сегодня проводим последнее занятие, и уже я еще хочу сказать два слова по поводу того материала, который вы сейчас изучали. В этом материале мы изучали с вами уже суждение. Правильно? А что такое суждение? Нам надо, чтобы кто-нибудь... Вот вы знаете, что такое суждение. Что это такое? Суждение – это положенное понятие, определенность понятия. Вот это тоталитарист точно. Не возьми уж голыми руками. Видишь, как он подготовился. Определенность понятия. То есть мы понятия будем разбирать. Суждение – это не что-то, люди говорят о чем-то. Это само понятие. Вот само рассмотрение понятия, можно его изобразить в виде такой фигуры словесной. Роза есть растение. Правильно? Или дом, построенный так-то и так-то хорош. Вот построенный так-то и так-то хорош. Это аподектическое суждение. А роза есть растение – это обычное суждение на личного бытия. А есть отрицательное, а бесконечное. То есть тут никакой такой сложности особой в рассмотрении этих суждений нет. Но читается тяжело. Почему? Потому что это непривычно. Ничего такого, я не знаю, я ничего такого ни у кого нигде не читал. По двум причинам. А есть еще люди, книги непонятные, но их и не надо читать. Потому что не авторитетный это автор. Тут ты знаешь, что ты, если почитаешь, второй раз, третий раз поймешь. А если это человек неглубокий, это бессмысленно. Вот в этом смысле, что дошли мы вроде до общего, особенного, единичного. Для нас открытием было, я не знаю, как для вас, что вот это не три какие-то штуки, не три какие-то категории, а это что мы изучаем? Всеобщее. Всеобщее с определенностью это будет особенное. А особенное еще с одной определенностью. Определенность это что? Что? Взятая в единичное. Да, отрицание это. Не усложняйте. Отрицание это. Но второе отрицание возвращает нас к чему? Поэтому единичное это такая форма, такая форма всеобщего. Вот Хамиль Шамильевич, он вот кажется, что он какой-то отдельный человек. А он на самом деле человек с большой буквы, так сказать, воплощенный просто. И все. Поэтому если два раза отрицать его, то будет только хорошо. Один раз, если отрицать, плохо. То есть я хочу сказать, чтобы наши товарищи, здесь присутствующие, и те, кто нас смотрит и слушает, отнеслись к этому с оптимизмом. И отнеслись бы к изучению науки и логики так, что это именно та наука, которая требует такого повторения, как говорил Ленин, в студировании. Надо, то, что непонятно, еще раз проходить вперед, обсуждать. И мы в этом смысле никуда не торопимся. Это у нас не сама цель изучать науку и логики. Правильно? Мы просто это везде применяем. Во крайней мере, мы можем... К чему это можно применять? Ко всему. И к жизни, и к обстоятельствам. К любым. Вот все эти формы превращения, понимания того, что есть сущность, что есть явление, что есть бытие. Какие есть понятия, какие есть суждения. Вот наглецы, которые воевали с Маяковским, они писали, очень это использовали, а люди, которые не поднаторели в этом, не замечали этой гадости. Сегодня Маяковский выглядел вроде бы прилично. Сегодня, во-первых. То есть это вот первый день, как он выглядит прилично. Вроде бы прилично, а вообще-то неприлично. Выглядел. А на это выглядел прилично, а на самом деле... Вот вы выглядите прилично. Что я хотел сказать? То есть выглядел не то, что сказать, что человек приличный, а выглядит прилично. А существо, а тотал, тотал, вот эта тотальность, о которой все время печется Гегель. Вот его просто казнить надо за тоталитаризм. Все время о целом он тут думает, о целом. А не о кусочках этого целого, потому что кусочки можно набрать что угодно, какие угодно. Так что вот такие у нас перспективы на следующий год. И начнем мы вторым вторником октября. Я хочу, товарищ... Геолептики 10-го числа. А? Какого 10-го? Значит, я хочу всех поблагодарить, участников нашего кружка, и тех, кто здесь присутствует, и тех, кто по разным обстоятельствам, в том числе территориально отдаленных, потому что есть люди и на Сахалине, которые смотрят, и в других местах, до которых не доберешься. Вот когда идут у нас от слушателей Красного университета на имя товарища Мордовина идут бумаги, а потом они там рассылаются тем, кто проверяет сейчас, мы видим, как мы там широко, по всей России, идет изучение марксизма. И в основном, в основном, хорошие ответы, в основном. Но можно с ними поспорить и покритиковать, что мы и сделаем завтра. Но я хочу сказать, что мы, по крайней мере, поставили изучение марксизма в России современной. Не так, что вот нам плохо, у нас капитализм, у нас буржуазная идеология, у нас диктатура буржуазии, у нас даже нету в Конституции указания на том, какая идеология у нас господствующая. Но запринай идеологию. А? Не, 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 не надо. Что нет? Не, не найдете такого. Нет, запрещена, нельзя. Нет такого, нету. Какие-то государственные идеологии нет? Нет, Анна, нет, ее просто нету. Вот, я считаю, что у нас идеология государственная марксизма. Нет, ну как же, ну, естественно. Какая, может быть? Она просто не записана. Они, какой, никакой. Она просто не записана. Ну, она у них не записана, а у нас исторические корни, право первородства. Поэтому мы спорим. Ну, вот, так сказать, а раз они не записали, то есть никакого преследования нет за марксизм. Вы такие случаи знаете? Я не знаю. Я здесь самый в этом смысле элемент, подходящий для контроля. Потому что я вот это излагаю и на этой точке зрения стою, ну, по крайней мере, с начала 70-х годов, когда я перестал быть студентом или заканчивал быть студентом. Ну, до этого я еще разбирался там. Мы даже в комсомольской организации изучали Ленина во время занятий бюро и комитетов. Из двух часов, чтобы один час был посвящен теории. Вот, так что это было еще тогда, когда, в 60-х годах. И я хочу сказать, что у нас всякие были попытки остановить, препятствовать, но сказать, что какое-то страшное было преследование, ничего подобного. Нам вот, когда мы выпускали с профессором Ефимко книгу против рыночников в 75-м году в издательстве «Лен издат» редактор, отредактировали все, что там было. А мы там раскритиковали Либермана одного, Либермана другого, Ракитского. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государства. Вот, видите, никакая. А у нас общественная идеология. Мы ее в качестве общественной устанавливаем. И вот редактор что нам говорит, в книге, когда выпускалась книга «Демократический централизм» на основной принцип управления статистической экономией. Ну, говорит, Николай Андреевич и Михаил Васильевич, я редактировать закончила, книга выходит, 15 тысяч экземпляров, вас, Николай Андреевич, на пенсию, Михаил Васильевич сейчас работаю, а я альпинистка, я в горы уйду. И выпустила. Ну, после этого было много шума, за мной там много гонялись во время моих защит, но ничего такого. И про Моисеенко что-то обурчали, как бы его убрать с работы, но он был у нас членом парткома, и все было хорошо. А секретарем, заместителем секретаря по идеологии в университете был товарищ Бастрыкин, вам известный, который на днях выступил за то, что надо национализировать крупнейшее экономическое предприятие. Вот они где порт. Так что вот так. Спасибо, товарищи, еще раз. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»